так доброе утро друзья праздники закончились сегодня четверг кажется 11 января могу на один день ошибиться у меня простите у меня такая голова кроме садоваться ничего не помню вот как назвать эту прогулку ну может быть прогулку по волшебному саду вот он и так был волшебный я решила сделать еще волшебнее ну например сейчас я из таких примеров приведу вот это вот прививка на буржурский абрикос абрикос академик он вступил в пару плодоношения то есть на четвертый год заплодоносит это уже можно не сомневаться вот и на третий год я его начал прививать что я на нем привил единственная уцелевшая веточка из посылки потому что посылки посылать вовремя и тщательно почти никто в стране не умеет я чуть не плакал но у меня прижилась одна знаете где прислали под названием джумбокот 150 грамм плоды верить этому не верить вот я не знаю вероятность 10 20 процентов или 90 тоже не знаю вот что я надеюсь вот это вот академик он особый я всегда выбираю веточки самых деревьев тоже ведь академик это тоже сборная солянка но тоже был гибридный когда его академик дальнего востока значит уже память начинает изменять козьмин козьмин пока его изобрел но он и не был таким он был два раза мельче чем мой академик потому что я тут несколько хитрости придумал и выжил из него все это я думал что все но если я 100 граммовый академик привил 150 граммовый зомбокот что можно надеяться правильно давайте дайте мне еще прожить в следующем году вряд ли два года дайте прожить и тогда я вам скажу что получилось это один из примеров будущих чудес вот это у меня серафим казалось бы сало как сало правда укропленный получился вот это например на нем привита веточка вот она веточка венгерки посмотрим было пару плодов я все надеюсь что когда-то плоды породовеют как у чернобаева то получается я потеряю свою славу самого крутого именно волшебника потому что довода много и он весь получше меня а вот с приставкой волшебник тут конечно с этим у нас стране плохо какая-то приземленность скрестим сорт а морозостойкий но несъедобный сортом б не морозостойким но вкуснючим и получим сорт в а плюс б равняется в и он будет и вкусный и морозостойкий и и 30 лет коту под холст и это ребята давайте сходу вот вот пожалуйста как это могло случиться дар небес почему я никогда не путаю я же членки привал это был самый ну я считаю сернячок одно у него есть качество то что он европеец мне его прислали с волги кажется с нижнего кажется 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 я прислал на с сейчас вот старые такие фамилии надо помнить вечно не только мне на всей стране сейчас скажу это очень важно так как обидно если я не вспомню сейчас да все надо уходить надо сдаваться здесь тоже две проблемы это я все лихорадочно вспоминаю а пока хожу должен вспомнить вот это вот смотрите как случилось что он стал абсолютно похож на фаину а фаина это тройной гибрид и причем тут дар небес вот и плоды еще не были но уже жду каких-то чудес и вот это запомните это дерево осенью скажете или летом в середине лета абрикосы это летние сорта подпевают летом и вот вы скажете Константинович что это такое а где ваш этот отчет именно по этому преображенному неизвестно почему сорту вот причем тут дар небес если я вижу что у него все почки как напоение ошибиться я не мог не мой это уровень ошибаться вот ну вот прививка в него опять венгерки видите чего я добиваюсь я хочу иметь розовые венгерки потому что меня мой друг человеку который мои же венгерки вот эти перенес себе привел на абрикосы и получил розовую ну и друг меня заткнул за пояс ну что еще показать вот интересно да привал одновременно вот это дерево оно лучше пошло потому что на солнышке это антоновка и она получилась с розова очень интересно и даже чуть вкуснее а это антоновка в тени заметили что в тени полдня в тени и тогда что получается растет хуже чуть и солнца не хватает антоновка как антоновка сало как сало что его это она чисто зеленая вот это преобразилось дерево еще раз говорю почему я жду осени я его прививал как черный абрикос пришла пора он вырос мне надо брать черенки и продавать черный абрикос я ни одного черенка не срезал и не продал почему добросовестность такая совесть у меня такая неправильная вот ну что помощничек до кого ваю так вот это преображение полное то что я вижу черный абрикос стал как бы абрикосом смотрите внимательно абрикосом жду урожай жду чуда почему от черного абрикоса от его посек особых неповторимых не осталось и следа преображение полное ну что мне делать ребят вот что тебе сказал застрелиться нет я сейчас скажу пару слов вот таких итак какая то исследование ну американцы любят исследовать уже раз говорил но вы могли не слышать привело к таким выводам значит самые долгоживущие люди в том числе назвал три профессии и на первую поставил садоводов вы догоняете нет садоводов почему объяснение ученого было такое посадил и теперь ему помирать некогда вот это уже прикинул а вот это через три года это через восемь лет вы знаете семечка можно и пятнадцать и двадцать лет ждать первого рожая вот поэтому и живем мы долго вот у меня семьдесят четыре скоро будет летом а куда опять ну что же это такое ну как я могу не дождаться это будет так обидно если я не дождусь как я могу не дождаться именно этого преображенный в дар небес черный абрикос преображенный вот а вы думаете этот проста что ли вот такой приобрел розовость нет у него по двое это розовая это сибирка раз а что это такое да пускай получилось тяжело ему смотрите какие морозобойны но жив а это не просто Голден Дель сейчас вон там Голден Дель но тут неправильные плоды оказались совсем другие я не против я же не обманываю я говорю это самоназванный кто-то назвал его прислал черенок а вот это якобы настоящее из крупного питомника из этого самого из Крыма и вот она прививка внимание вот она прививка видите вот она вот и он должен что-то дать если не успеть раньше помереть смотрите какие морозобойны а с него где черенки вот один второй третий ну догадайся правильно в погребе если я еще черенки весной достану только привью еще сколько лет мне жить придется вот не дождетесь вот так вот ладно идем дальше там собаки лают ну или Сергей приехал вот ну персики это тоже персики персики однолетки укрыты вот таким образом туда в эти дырочки вот видите подсыпать отравленное зерно жалко терять такие вещи вот посмотрите внимательно сколько здесь все и стоп то зачем правильно котами вот видите это следы котов вот что еще интересного ну давайте вот так посмотрим иногда получается следующее сразу вот если приглядеться это все таки учебное вот близость деревьев они другому мешают видите как отклоняется то которое повинше сюда отклоняется то которое больше а вот это несчастное попало буквально в тень вот зимой они прозрачные нет листьев тень почти не мешает а летом летом это все в тени в тени и оттуда и запада тень и с юга тень вот и получается растение хочет и сразу собирает сплавносит я обижаться не стал что это такое груша дикамская ага попробуем еще один вариант дикамская груша а то есть дикамская и дикамская зимняя попробуем пойми в чем разница еще один такой же и опять тени смотрите не растет ни черта запоминайте это сильно густо это просто необходимость такая вот видите соседи видите пол гектара из них только десять двадцать процентов а остальные это самые просто дерн и больше ничего сосед продай десять соток нет вот так вот теперь места нет приходится садить вот с такой густотой да мешает друг другу это горькая правда и так тоже тень сразу почти просто не дает сразу окукливается и кому это не повезло это не повезло перчик мичуринский нет не так перч слива перчика мичурина вот там у меня взрослое дерево с шикарными плодами а новичок не повезло отсаживать его что делать или ради него что-то срубить а тут они бесценные сорта все густо самому противно сувенир востока королева сада черный абрикос а вот этот черный настоящий если тот черный в том углу стал абрикосом переделался этот нет посмотрите какие у него посмотрите какие у него почки внимание этот переделываться не стал вот они вот и буду вас угощать почему я рядом посадил сувенир востока для опаления потому что до сих пор не могу понять кто его лучше опаляет потому что рядом он кстати на небес вот и если погляться чуть дальше еще несколько сортов абрикосов а и фаина вот она так ладно разобрались не случайно этот и этот не хотят расти это летом сплошная тень покроется листьями солнце сюда не пробьется а здесь чуть больше солнышко так вот она видите вот что это такое а это прививка мурановская вот вся прививка вот это значит что я никогда не занимался красномясом и грушами ну что-то заставили заниматься вот вот это вот интересно да что за абрикос будет я не знаю был один плоский абрикос какой-то чуть ли не кубического ну взял черенок посмотрим ну ну быстро не уйдешь никуда и вот с такой густотой его вот-вот закроет остаться вот этот вот вот эта груша вот тут я смотрю веточки на прививку есть ну-ка посмотрим груша как-то обошел ее тут будет одна ветка на прививку но эти покороче нет всего одна вот когда вот так остается по одной да настоящая вот она прекрасная вот она видите тогда что еще раз я это есть такое выражение я знаешь я пустоту говорю вот это винокур изображал из себя от лица и под смех зрителей а мне нужно не нужно мне 100 рублей не нужны мне 100 друзей мне нужен один дружище который даст мне 1000 вот этот дружище должен приехать сюда и сказать я буду садоводом я не милость у вас вот мраморная так это уже не просто мраморная это клоны а давайте вот эту веточку я вам за 500 рублей куплю а давайте за 1000 нагреть вот 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 примерно в таком разрезе а потом если пройду по саду вот а это почему не отрезанная а я сейчас скажу почему я всегда оставляю по чуть-чуть если приедет тот дружище который даст мне 1000 тогда значит я на нем заработаю и где-то в другом месте будет сад дублер такой какой получился у Чернобаева во многих отношениях лучше моего уже хотя бы потому что он моложе вот здесь у меня есть абрикос сейчас покажу вот сейчас покажу на котором есть ветка с совершенно новым сортом вот я не буду показывать с глазью короче у меня фотография там все абрикос как абрикос одна ветка совершенно другой софт вот я фильм снимал долго объяснял показывал вот видите вот пробовал перепрямить вот эту грушу вот сейчас мы посмотрим что тут такое я сейчас объясню если это лютневое то разговор продолжится еще раз говорю мы в волшебном саду если лютневое груша лютневая она это память плохая а вот тут висело две груши вот тут вот тут на самом кончике и довисели до самой зимы и если и когда-то опять вот эти чудеса да что-то такое да что-то творится а когда и лютневый мне этот прислал из Саратова Чернышев Валерий Петрович замечательный садовод когда-то печатался при садовом хозяйстве потому и познакомились присылает говорит одна из трех лучших зимних сортов сделал я прививки поделился что добавил получились шикарные летние сорта ну там мне смотрю дерево начало подыхать почему а ее эти забили эти высокие абрикосы не дают насти я срочно привил вот эту записал лютневое два плода провисели до зимы вот и цвет другой краска другая все другое да что это такое а у меня уже несколько причин преобразования то есть на генном уровне смеяться будете вот смешно смеяться где ты так над этим смешно смеяться но такими как я смешно ребята груша еще одна мраморная вот видите в ней прививка пошла вот она а что за прививка бураду бураду бураковского и тут маленький шанс господи когда же настанет плодоносящий срезающий черенок то срезать нечего вот но зато помирать нельзя поняли да вот ну вот если там веточка мраморная здесь тоже веточка мраморная но они уже другие они как бы в качестве расползаются кто-то когда-то ребята решил вот я пойду сейчас и буду рассуждать ну хватит вам пока показывать у меня еще таких полсотни а то и сотни вариантов кто-то когда-то решил что это крайне неплохо и вот когда с вами фамилии не буду называть а то в гробу перевернуться вот не дай бог